Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Украины может быть отменен. С таким предложением выступили сразу несколько государств, включая Германию, Францию и Италию. Они предлагают приостановить безвиз для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей Балканских стран. Причиной называют всплеск необоснованных запросов убежища и нарушение миграционных правил гражданами этих государств. Вопрос будет рассмотрен 13 октября. Пока Европа сомневается, стоило ли пускать к себе украинцев, в самой Украине звучат призывы лишить часть собственных жителей гражданских прав. Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов предложил ввести паспорта неграждан. Как пример он привел прибалтийские республики, назвав их европейскими странами. Вполне возможно, что иногда следует принимать непопулярные решения, которые бы принесли пользу и результат. Давайте тогда будем вывозить всех, кто и сейчас поддерживает Россию, граждан Украины. Половину Бессарабии, половину индустриальных районов. Разделить не нужно, нужно просто ввести паспорт негромодины на Украину. Как это сделано в странах таких, как Латвия, Литва, Эстония, если не ошибаюсь, в европейских странах, где есть граждан постсоветских причем. Мы давно должны были уже сделать данный шаг на самом деле. Разделить народ на граждан и неграждан, вместо того, чтобы выполнять обязательства перед жителями страны. На данный момент власти не смогли обеспечить надлежащий уровень вакцинации от коронавируса. К зиме страна подошла с недостаточным объемом газа в хранилищах. Кроме того, на сегодняшний день в Украине зафиксирована максимальная за всю историю невыплата заработных плат. Причем долги у власти перед теми, от кого напрямую зависит безопасность страны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр социальной политики страны Павел Розенко. У нас сегодня рекорд по невыплатам заработных плат за всю историю Украины. 4 миллиарда гривен задолженности. У нас военным полтора миллиарда гривен задолжали. Людям, которые защищают нас и наш покой. Это какой-то цинизм нужно иметь, чтобы задолжать военным, которые стоят на линии фронта. То же самое на линии фронта и с медиками. Сегодня там около 300 миллионов гривен задолженности по заработным платам.